СВИТОФОР У шкалеров же начался новый учебный период. И сегодня Гриша Лямин напомнит всем ребятам о том, как нужно вести себя зимой на дороге и вблизи нее. Привет, ребята! С вами детская рубрика «Светофорчики» и я Гриша Лямин. Надеюсь, вы интересно и весело провели эти зимние каникулы. Вот я, например, хорошо отдохнул, катался на тюбинках и на коньках. Мы снова пошли в школу, поэтому давайте повторим правила безопасности в зимний период. Зимой будьте особенно осторожны, потому что капюшонные шапки затрудняют обзор. Вы можете не увидеть ближайший автомобиль. Будьте внимательны на остановках общественного транспорта и рядом с дорогой, так как из-за сугробов плохо виден надвигающий транспорт. Обратите внимание на обувь. Холодная погода, гололед и скользкая обувь заставляют затруднения в движении. Детям и взрослым обязательно нужно носить на одежде, ранцах или сумках светоотражающие элементы. О том, что дорогу надо переходить на зеленый цвет и по пешеходному переходу, напоминать мне придется. Надеюсь, вы сами это помните. С вами был Гриша Лямин, рубрика «Светофорчик». Пока, ребята! О том, какие изменения в правила дорожного движения вступили в силу в 2017 году, мы рассказали вам в преддверии Нового года. Но сегодня вы узнаете, что изменится для ижевских водителей. Об этом и другие новости в нашем автодайджесте. Для начала мы решили выяснить у жителей нашего города, насколько часто, по их мнению, должны проводиться проверки водителей и транспорта при перевозке групп детей. Я считаю, что этим занимаются, наверное, другие органы. Но вообще нужно, конечно, проверять. Ну, вот это как? Перед выездом каждый раз проверять? Насколько я знаю, их вообще должны проверять каждый раз перед выездом. Постоянно перед рейсом должен быть осмотр и транспорта, и водителей. Так что каждый день. Каждую неделю, наверное, надо проверять. Сейчас страшно, очень страшно. У меня у самой дети есть. Надо всегда проверять. С 1 января в силу должны были вступить новые правила перевозки детей автобусами. Согласно требованиям, транспортные средства должны быть не старше 10 лет, оснащенные тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Однако срок вступления новых правил переносится на 1 июля. В ОСАГО могут включить возмещение за некачественный ремонт. Сейчас страховые компании ответственны за подобное только в рамках КАСКО. Ко второму чтению документ может быть дополнен нормой, согласно которой владельцы авто смогут получить большее возмещение со страховой компанией за каждый день, который машина находилась в ремонте, если он оказался некачественным. Согласно предложениям, владелец авто сможет потребовать штрафные пени из расчета 600 рублей за каждые сутки. На днях в Ижевске было подписано постановление о временной установке знаков, запрещающих парковку. Всего было определено более 2000 городских и межквартальных проездов, на которых в период до 15 апреля будут устанавливать временные знаки для проведения снегоуборочных работ. Все о электронных госуслугах. Например, оплата штрафа всего в несколько кликов со скидкой 50%, а также настройка уведомлений. Удобнее, быстрее, ближе. Сайт услуги.удмурт.ру Ижевск, особенно в последние дни, богат на чрезвычайные происшествия. Сначала отключение отопления в Металлурге, затем на Эльфа-Тазакирово. Но сегодня поговорим о дорожно-транспортных происшествиях. Ответьте на вопрос, как на широкой дороге при отсутствии пробок не заметить и не пропустить автомобиль со звуковыми и проблесковыми спецсигналами. А вот есть такие антигерои в славной столице Родникового края. Пьяный водитель на перекрестке улиц Чугуевского и Пушкинская врезался в автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Алкотестер показал почти 0,2 промилле. Травму получили 4 человека, в том числе и пьяный лихач. И как бы это горько и парадоксально не звучало, но горе-водитель как будто знал, в кого въехать. Тут тебе и помощь медицинская, пожалуйста, на месте аварии. Но об остальных ДТП, произошедших во время новогодних праздников, расскажет старший лейтенант полиции Екатерина Воронцова. За период с 29 декабря 2016 года по 10 января 2017 года на дорогах Республики произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими участниками дорожного движения, в результате которых 4 человека погибли и 91 получил травму различной степени тяжести. На дорогах Республики погиб один ребенок, и 18 несовершеннолетних участников дорожного движения получили травму. 31 декабря 2016 года в 14 часов 35 минут на 6-м километре автодороги Сарапул-Дулисово Сарапульского района. Водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1957 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Део Матис под управлением женщины 1975 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Део получил смертельную травму. Пассажир автомобиля Део, мальчик 2009 года рождения, находился в детском удерживающем устройстве, и мужчина 1976 года рождения, получили травмы, оба доставлены в реанимацию. Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД Подмуртской Республики напоминает, при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства. Соблюдайте правила дорожного движения, сохраняя тем самым жизнь себе и остальным участникам дорожного движения. 1 января 2017 года, около 10 часов, на 23-м километре автодороги Глазов-Яр-Пудем, Ярского района, водитель автомобиля Рено, мужчина 1982 года рождения, выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Вольцваген, под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Рено, женщина 1952 года рождения. Оба водителя и пассажир автомобиля Вольцваген, женщина 1988 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Уважаемые участники дорожного движения, ситуацию на дорогах нельзя исправить одним лишь ужесточением наказания и бесконечным повышением штрафов за нарушение правил дорожного движения. Речь в первую очередь должна идти о воспитании внутренней дисциплины, уважительного отношения к закону и правам других людей. Выезжая на дорогу, вы должны помнить всегда в ваших руках ваша собственная жизнь и жизнь остальных участников дорожного движения. 5 января 2017 года в 21 час 25 минут на 65-м километре автодороги Илабуга-Перь Можгинского района. Водитель автомобиля Богдан, молодой человек 1990 года рождения, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Лифан в управлении мужчиной 1986 года рождения. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Богдан и его пассажиры, трехлетняя девочка, перевозилась без использования автокресла и женщина 1990 года рождения. Водитель автомобиля Лифан и его пассажиры женщина 1987 года рождения, 7-летний мальчик и девочка 9 лет, которые перевозились в соответствии с правилами дорожного движения с использованием детских удерживающих устройств. Уважаемые водители, прежде чем отправиться в путь, следует убедиться, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а дети находятся в автокресле и детских удерживающих устройствах. Не стоит забывать, что водитель, в салоне которого находятся дети, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая требования правил дорожного движения. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму. Не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна. К сожалению, некоторые родители по-прежнему безответственно относятся к перевозке детей, несмотря на то, что штрафные санкции за данное правонарушение равны стоимости детского автомобильного кресла. При этом юные пассажиры становятся заложниками нарушений дорожно-транспортной дисциплины, совершаемых взрослыми. Госавтоинспекция МВД Плодмуртской Республики напоминает, использование детских удерживающих устройств обязательно при каждой поездке. Сохраните жизнь и здоровье своему ребенку. Безопасных вам дорог! А вот в Челябинске также есть свои герои дня. Сборщик металлолома дыханием смог сломать алкотестер. Мужчина заявил, что выпил 3 литра водки, но проверить этот факт оказалось невозможным. Сначала алкотестер завис, а после и вовсе отключился. Ну и снова о дорогах, точнее о том, как их чистят в Ижевске. Присылайте и вы свои видеозаписи с интересными ситуациями на дорогах на нашу почту светофорсобакаинфо18.ру Их увидят все зрители телеканала СТС Ижевск. О выпуске нашей программы вы сможете найти на сайте ctc.ru Берегите себя и окружающих, и безопасных вам дорог! Субтитры делал DimaTorzok